Функционально работает и так далее. Итак, я не скрою себе сусорточки, потому что сейчас будет у нас уже старая машина. А то, если холодно будет, тогда будет прикрывать. Да, еще я спросил, вы, когда уходили в предел, какие феномены какие-то ощущали в пределе? Ну, вот как Андрей говорил, два раза было всё. Ну, думаю, еще надо, еще чуть-чуть, легкое такое помутнение, потом вроде опять нормализовался, дальше держу и держу, и так второй раз точно так. Жарки дало? Ну, это нормально, то есть это у вас гиперкапния включилась, то есть сразу идет вот это ощущение жара. Дело в том, что у нас датчик вдоха, он ориентирован на концентрацию кислоты, он не работает на падение кислорода, как многие думают. Даже я какую-то передачу видел, говорят, вот человек вдыхает, потому что у него не хватает кислорода. Это неправда. То есть импульс в мозг идет человеческий от датчика концентрации СО2. И вот это вот желание сделать вдох, оно именно обусловлено именно этим датчиком. И когда у вас концентрация углеводки кислоты увеличивается, то действительно может быть ощущение жара, тепла, неких вот таких волны, которые уходят в ноги. То есть ощущение, это нормальное, собственно говоря. И у всех ныряющих животных, таких как киты, ну китов в лап нету, а вот эти котики, да, марши и так далее, когда они ныряют и делают задержку дыхания, у них в определенный момент времени идет перераспределение кровообращения. То есть кровообращение концентрируется в области сердца, мозга и печени у некоторых. То есть те органы, которые обеспечивают, ну как бы, функционал. А все остальное, как бы, включается там, как пережимы таких клапанов, ну можно так объяснить. И вот то, что вы говорите с ногами, да, так вот с ногами это нечто похожее. То есть вот у людей, которые ныряют, а четко и вот после нырка он выходит, и такое ощущение в ноге, ну уже просто это надо почувствовать, оба-на. То есть идет отключка, как бы переключка на ног для того, чтобы мозги соображали в этот момент, что человеку надо делать, когда он сплыл. Понятно? Это такой физиологический предел, ну потому что человек сплыл из глубины, а у него концентрация, ну тут большой объем крови, все от мозга оттекло, то есть голова же вверху находится, когда человек сплыл. И все оттекло, и он тут же хватанул воды и пошел в него. Поэтому вот такой механизм, как бы природа и предусмотры. Хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова